Виталий, приветствую тебя! В торговой сессии среды мы с тобой снова обсуждаем технические, фундаментально текущие рыночные возможности, смотрим на разные финансовые активы, разных сегментов, секторов. И, друзья, все это для того, чтобы у вас было больше информации в принятии непосредственно вами уже торговых решений. Если вы сомневаетесь там, не хватает вам аргументов, чтобы что-то купить, либо что-то продать. Тоже как бы только лишь дополнительная информация. Мы вас не призываем действовать конкретно, это только лишь рекомендация. Ну и к тому же рынки сейчас в новом году уже, можно говорить, интересны, потому что очень много событий сейчас связаны с американским центральным банком и с американской политикой монетарной. И если вернуться опять же на год назад, да и вообще просто говорить о каких-то фундаментальных посылах, то, конечно же, тренды, которые формируются в рамках центральных банков и решений, которые принимаются касательно процентных ставок, экономических стимунов, они формируют какие-то тенденции, за которыми мы следим, средне-долгосрочно, и стараемся поймать, друзья, подсказать вам, как лучше уже конверсировать профит по вашим депозитам. Вчера, кстати, выступление Паула перед банковским комитетом Конгресса США, это, с одной стороны, выступление, которое было приурочено, его утверждение на посту главы американского регулятора на уже 2-х 4 года. Причем, конечно же, никто не сомневался, что Паула точно сохранит за собой эту позицию, потому что ранее зеленый свет дал Белый дом администрации американского президента. Привко всему мы знаем то, что у Паула очень хорошая поддержка среди конгрессменов. И опять же, те, кто присутствует в Конгрессе, это как раз те, кто на львиной части голосовал за него 4 года назад, во время того, когда он первый раз возглавил американский регулятор. Так, Виталий, снова не вижу картинку, но думаю, что ты... Да-да-да, я здесь. Так, поэтому лично у меня не было каких-либо сомнений в том, что Паула – это 100% новый глава американского регулятора, поэтому мне было его вчерашнее выступление, интересно, прежде всего, на основании тех тезисов, которые вышли буквально за день до его выступления, это тезисы о том, что будет делать регулятор для того, чтобы бороться с инфляцией, для того, чтобы поддерживать экономический рост. Так вот, в целом, если крупными мазками говорить о том, что, может быть, ожидания изначально были избыточными. Давайте так демонстрация экрана. И посмотрим, давайте, где он доллар, который, в целом, сегодня он опять восстанавливается, и, соответственно, можно сказать, что остается в том самом коридоре, о котором мы говорим с середины ноября. Так вот, от Паула ждали очень многого вчера в плане анонса каких-то временных интервалов, когда регулятор будет более, наверное, настойчив в вопросе повышения процентной ставки. То есть все прекрасно знали после декабрьского заседания протоколов, что ФРС сохранит экономические стимулы и повысит процентную ставку. Но когда вот первое повышение процентной ставки? До его выступления, ну и, наверное, даже сейчас остается еще ожидание, что это может произойти в марте. Но почему вчерашнее выступление Паула не привело к укреплению долларов, учитывая, что в целом риторика Паула была жесткая? Может быть, опять же, потому что слово «март» ни разу не прозвучало в его словах. Единственное, что касательно именно того, сколько раз ФРС повысит процентную ставку и насколько будет активно действовать в этом направлении. Паула отметил, что прежде чем ставка вернется к тем значениям, которые были до пандемии, пройдет очень много времени. А вот это уже, как хотите, так и понимаете. Год, два, три больше. Это как раз стало причиной вот этой неопределенности и сомнения о не может ли оказаться случиться так, что ФРС включит заднюю и не будет так агрессивно избавляться от экономических стимулов, как это могло бы показаться по итогам декабря. Я думаю, друзья, сейчас нам нужно получить больше вводных. И сегодня как раз будет отчет по инфляции. В 16.30 по московскому времени. Индекс потребительских цен, вероятность того, что инфляция улетит за 7% очень высока впервые с 1982 года. И высокая инфляция, она как раз уже может снова конкретно поставить ФРС на рельсы той дороги, которая идет в сторону роста процентных ставок. Я, в связи с этим, останусь среди тех трейдеров, которые считают, что доллар имеет сейчас фундаментальное основание для роста. И рекомендую тем, кому интересно, так же, как и мне, работать с жесткой монетарной политикой и конвертировать все это в сделки, покупать индекс доллара. Особенно тогда, когда он топчется на нижней границе вот этого размашистого коридора. По поводу прошлых сделок, которые были. Ну, я, так скажем, добавлю, я, в принципе, то, что вчерашняя риторика Павла, которую ты сказал, что он дает заднюю, мне кажется, что маловероятно, что они будут поднимать ставки где-то в ближайшее время. То, что ты говоришь, возможно, весной и так далее. Потому что они понимают, что это негативно будет складываться на рынках. Как-то вот так. А там уже по факту посмотрим, так как, если они сильно сократят эти все выкупы, поднимут ставки там 2-3 раза, они как-то что-то будут думать, думать. Там инфляция. Ну, они все время, даже целый год нас 21-й кормили, что это временная инфляция. Но домохозяйство и бизнес, и все, там инфляция зашкаливает. Поэтому, скажем, посмотрим. Да, я думаю, что развязка уже действительно очень близка. И данные по инфляции как раз могут стать ответом на вопрос, все-таки временное это или не временное явление. Хотя уже, наверное, глупо отрицать, что это проблема, которую нужно решать. И рассчитывать на то, что все само собой рассосется, разрешится уже неправильно. Так, по поводу доллара и иены. Я рекомендовал, опять же, тем, кому скучно работать с индексом американской валюты. Доллар и иена, которая сейчас котируется на отметке 115.42. В прошлый раз я рассчитывал на движение где-то в районе 115.60. Я рассчитывал на движение выше 115.80. И, соответственно, тут уже был готов покупать. То есть рассчитывал на выход этого дуэта активов за пределы вот этой локальной линии нисходящего микро-тренда, скажем так. Но этого не произошло. И опара остается сейчас в нем. Котировки 115.45. Скажем, второй заход. Точно такой же рекомендации. Только сейчас подтягиваю я уровень отложки до 115.60. И тоже такой же расклад. 60 пунктов на стоп-лост до 115. И 2-2,5 фигуры в плане ожидания роста. У золота тоже действовал в соответствии с ожиданиями того, что доллар мог бы вырасти. Еще перед выступлением Павла и уже по факту на самом выступлении. Но этого не произошло. Более того, несколько опрометчивым было мое решение, опять же, подставить на снижение золота и все-таки пробой вот этой локальной линии поддержки. Потому что золото от этого уровня отбилось и, в принципе, снова ушло уже на АТС второго уровня. В данном случае сопротивление. И осталось в коридоре, о котором мы говорим тоже уже больше месяца. Так же, как и в ситуации с долларом и иеной, буду продолжать, друзья, шортить, искать возможности для золота. И в данном случае это снижение в районе 1800 долларов за трость функции. И уже с этого уровня продавать дальше с целями 1770. В качестве стоп-лоста 10 долларов можно взять 1810. Так, еще очень, мне кажется, может быть интересная сделка, особенно если она принесет, конечно же, профит, сделка по рынку нефти. Потому что бренд, как фондовый рынок США, обновляет локальный максимум и прет на всем вверх. Сейчас вроде бы как ситуация, связанная с дымом и перебойми поставок в Казахстане и в Ливии, разрешилась. Но на это можно было бы скорректироваться. Однако рынок нефти эта коррекция не показывает. Мне кажется, что этот тектор в целом нефтянка очень сильно перекуплен сейчас. И найти какую-то точку входа было бы неплохо. Я предлагаю рискнуть, друзья, с уровня 83.50, селл-стопа с целями 80 долларов за баррель и стоп-лостом 84.50. Рассчитываю на то, что сегодня после данных по инфляции все-таки доллар покажет какой-то рост. И на фоне укрепления доллара риск может, в том числе и нефть, оказаться под таким же локальным давлением. Итанин, слово тебе. Спасибо. Всех приветствую. Итак, по евро-доллару. В понедельник у меня была торговая рекомендация работать на пробой вот этого нижней границы треугольника, то есть где-то в районе 12.50. До туда мы не дошли. Я ранее стоял даже в лонге, но выскочил с него, так как ситуация сейчас достаточно такая непонятная. Пытаются пробить вот эти верхи. Ну, то же самое, как и индекс доллара. Пытаются пробить свой минимум. Это 95.50, условно так можно обозначить. Если эти уровни будут пробиты, возможно, ложно как-то будут их выносить. И уже по факту сегодняшней дневки можно будет понять более, скажем так, на неделю-две будет понятно, куда рынок захочет уходить. Поэтому пока по евро-доллару я ту лимитку, которую я ранее говорил, оставляю. То есть это 12.50, но можно даже чуть выше ее поднять, там в районе 12.65 примерно. Так как сейчас есть достаточно такая вероятность, что мы можем пробить вот эти хаи. Но пока они не пробиты, есть еще небольшой шанс, он такой слишком малый, но рискованный с текущих, допустим, по евро-доллару шортить со стоплосом за вот эти хаи. Но это очень рискованно, поэтому пока более консервативно лимитом на шорт по евро-доллару. Это первый момент. А второй момент, если там сегодня, допустим, будут там какие-то новости выйдут и уже по факту посмотрим, как дневка закроется. Если перекроем вчерашний рост, то там на коррекции, возможно, будем там с понедельника раньше входить в шорт по евро-доллару. Пока вот так консервативно, потому что индекс доллара, он достаточно агрессивно уже подошел третий раз к этому уровню, так скажем. И есть вариант, что мы его можем провалить и посмотрим вот сегодняшнюю реакцию, как сегодня день закроется и будем дальше думать, будет ли он расти или там какая-то более глубокая коррекция затянется. Возможно, какие-то данные по инфляции будут не сильно высокие и плюс, как мы уже знаем, Павел заявил, что, возможно, не будем повышать ставку. И вот это все будет накладываться на возможное снижение индекса доллара. Дальше по S&P 500 была рекомендация в понедельник на шорт с уровня 4.666, 3 шестерки. То есть, в принципе, мы неплохо с этого значения в понедельник падали, там около 2%, примерно, да, 2% даже чуть-чуть с копейками мы отпадали. Но в моменте откупили, я говорил, что нужно наблюдать за трендовой линией после S&P 500, получается, у нас здесь глобальный уровень поддержки достаточно сильный. Я вышел с этой сделки по безубытку, еще там вчера даже был вариант еще ухода вниз, они локально ушли, но снова четко трендовую протестировали, откупили. Я уже понял, что здесь ситуация сложная. Пока по данному инструменту буду наблюдать, так как удерживают снова уровень 47.12. Ну, скорее там будут идти по тренду, но как-то они там сильно удерживают данный уровень. Здесь еще можно так немножко посмотреть за данным рынком, какая дальнейшая реакция будет на тренду. Потому что, если снова как-то опустится после вот этого ретеста, то, возможно, будут его пробивать. Так, пока больше-больше за ланги. Ну, каких-то торговых рекомендаций не буду давать. Доллар-иена, в принципе, с тобой согласен. Здесь произошла такая достаточно глубокая коррекция. Ну, условно, чуть затянулась. Если будем пробивать вот этот локальный тренд, то, в принципе, можно рассматривать покупки по данному инструменту. По нефти. Тоже у меня аналогичное мнение, как у тебя. Достаточно сильно забрались наверх. Точек хода каких-то я не вижу. Секущих нету сигнала на шорт. Вот если бы мы нарисовали там перекрытие вниз, то есть перекрыли вчерашний рост, там на откате, скажем, можно будет дальше думать о снижении. Вот где-то в таком формате. То есть, если работать, то лимитом через пробой вот этих минимумов, ну, это там Lite или Brent, они, в принципе, идентичные. То есть, вот этот минимум, который был на текущей неделе. Вот таким образом. Пока очень сложность с текущих шортить достаточно рискованная. Ну, и плюс фунт-доллар, аналогично, как и евро-доллар, вот он пробил достаточно сильный уровень сопротивления. 1.36 закрепился выше. И сейчас у него открыта дорога 37-38. Возможно, где-то вот сюда. Но здесь аналогично. Вот если мы сегодня закроемся ниже уровня 1.36 импульсом, перекроем вчерашний рост, то здесь откроется достаточно сильная дорога вниз. У нас здесь видно, как и по нефти, в принципе, очень похожие такие рисуются диагональные треугольники. Это фигура там завершения там какого-то роста определенного, вот этого против нисходящего тренда. Поэтому сейчас на рынках, возможно, будут потенциально рисоваться какие-то шортовые моменты по фунту, по нефти, по индексу доллара. Но дополнительно нужно хотя бы один день сегодняшнюю инфляцию. Поэтому по фунту я бы советовал тоже выставить лимит, где-то в районе 1.35.85 со стоп-лоссом 1.36.25. Потому что сейчас шортить я не буду, у нас дорога открыта наверх, а вот если будет рисоваться ложный пробой, как и по нефти, и по другим инструментам, то там можно будет уже думать. Вот пока у меня такое видение рынка. Спасибо, Виталий. Ждем тогда данные по инфляции. Напомню, что сегодня, если ориентироваться на московское время, 16.30, отчет точно спровоцирует рост влатильности на финансовых рынках. Ну, будем смотреть уже, как в итоге отреагирует на этот релиз доллар. От того, как отреагирует доллар, уже будет зависеть поведение прочих активов. В общем, будем держать руку на пульсе. Следующий эфир с Виталием уже в понедельник, и точно уже обсудим насчет по инфляции, да и вообще все, что накопится по ФРСу, если что-то будет новое, все расскажем, друзья. Спасибо, Виталий. Хорошего тебе на пятой неделе. И до скорых встреч. Пока. Удачи.